вот допустим кто-то один человек у своровал у другого человека ручку он своровал ручку и и потом он покаялся через год он покаялся он вот он искренне покаялся вот и попросил аллах прощения прости олла за то что я взял эту ручку прости за то что я своровал ее достаточно он-то покаялся он попросил прощения вала да но при этом все равно ручка как бы вообще вещи которые есть грехи между рабом и аллахом есть грехи где если раб аллаха всевышний аллах и присутствует еще то есть именно те вещи которые так скажем имущество или честь других то есть ты задел честь за грехи за грехи то это нужно вернуть теперь задать вопрос есть вещи незначительные и значительного характера то есть например за что в шариате например опять же мы говорим про шариатское государство за воровство отрубает руку то есть вор и воровка отрубайте им руки именно если ты сделал такое воровство где ты залез в дом человека украл оттуда что-то или залез ему прокрался куда-то в машину то есть в его вы его так скажем очаг залез и оттуда вытащил вот это уже рассматривается на шариатском суде если это ценная вещь какая-то тогда отрубается рукой если рука если скажем вещь такая незначительная там ручка и так далее там там еще что-то такое то то в этом случае что нужно просить у аллаха покаяние 2 вернуть ему ручку тем или иным путем например если ты боишься что подойти например скажет мухаммад я у тебя ручку ты знаешь что например он обидится или мускар как неловко тем самым ты с ним отношения испортишь то ты можешь его виде подарка дать вот маша ла я купил ручку дала ему или что-то или две ручки поэтому таким вот масло но если его нет сделать ради аллаха сделай садака и дуа за него сделать а если большая сумма то нужно найти его людей которые остались после него если он умер то есть у расы те кто наследники его дети супруга и так далее как ты им перечислить можно опять же можно не говорить что я украл что это забрала как-то правильно в виде подарка или еще что-то как-то им отправить эту сумму ну то есть с ним все равно вопрос решить нужно правильно одно дело ты покаялся перед всевышним но другое дело ты как бы по обещать как бы переселялся из мельки ему приносили вещи на сохранение это его враги он вернулся врагам то что у них то что он их брал на сохранение поэтому даже когда человек принимает ислам до ислам прощает все грехи но именно то что ты должен был людям ты все равно должен вернуть все равно должен вернуть и здесь ходить посланник аллах саллаху алейхи салям когда двое один придет перед аллахом придет к тому человеку кто и задел его или честь его имущество и так далее он хочет забрать свой хак обратно забрать то что у него притеснили его в чем причинили забрали украли и тогда это человек и в судно те не буддина ров нибудь ирхаров не будет долларов евро рублей будут что благие дикие и грехи этот человек чтобы забрать свой за worksheet где Аллах? Он скажет, «Аллах, я хочу забрать то, что он у меня забрал в Дуне». Тогда Аллах, скажет ему, забирай его благие деяния. Он будет забирать его благие деяния, будет забирать его благие деяния. Все благие деяния он заберёт. Тогда скажет, «О, Аллах, я ещё полностью не забрал, не рассчитался он со мной». Это тот же человек, всё, у него ни одного благого дела, только грехи. Тогда Аллах скажет, «Сегодня никто не будет притеснён. Это день справедливости. Какие на тебя есть грехи, отдай ему». То есть человек заберёт всё благие деяния и свои грехи будут скидывать на того человека. И в этот момент, посмотрите на милость Аллаха, в этот момент, в хадисе достоверном говорится, «Аллах, открой занавес в рай». Представьте, вот картинку судного дня. Человек, так будет нуждаться в благие деяния, он так будет желать зайти в рай и спастись от ада. Этот человек будет забирать, заберёт все его благие деяния, возложить на него грехи. И смотрите, милость Аллаха, Субхану Атинь. Аллах, открой занавес в рай. И в этом раю будут реки, дворцы, замки. И так, человек, который возложил свои грехи на него и забрал с него благие деяния, задаст вопросом. Смотрите, как задаст вопрос. «Я, Раби, какому пророку это принадлежит, какому праведнику это принадлежит, какому шахиду это принадлежит». То есть он начал слышать, он понял, что необычному человеку принадлежит такая красота рая. Какому пророку, с пророка начать, какому шахиду, какому праведнику. То есть другому человеку это не может принадлежать. Аллах Субхану А.С. скажет, это принадлежит тому, кто сможет заплатить за этот рай. Тогда этот раб Аллаха спросит, он уже забыл про то, что должен был ему тот человек. Тогда этот раб спросит, сколько это стоит? Кто может заплатить за этот рай? Ни у кого нету. Аллах Субхану А.С. скажет, ты сможешь заплатить за этот рай и приобрести его. Какая же плата за этот рай? Аллах Субхану А.С. скажет, потому что он понимает то, что, Субхану Аллах, этот человек погублен. Если ты простишь сейчас своего брата, тогда он скажет, я простил его, о мой Господь. И Аллах Субхану А.С. скажет, возьми своего брата за руку и вместе заходите в этот рай. Поэтому это милость Аллаху Субхану А.С. и милосердие в судный день. Поэтому мы здесь что, мы понимаем то, что саду, но нельзя этим хадисом пользоваться, да, и подумать то, что вот я украл, и не отдам, и так далее, и я вот попаду под этот хадис, то, что Аллах простит и ведёт. Это неправильно. Указывает две вещи. То есть намил Субхану Аллах, Аллах прощающий милосердие. И второе, то есть, Субхану Аллах, указывает, как именно судный день, то есть никто не будет притеснён. То есть каждый человек. Если ты забрал что-то в этой жизни, ты отдашь это. Поэтому, Субхану Аллах всегда обращался к сахабам, говорил, рассчитывайтесь до тех пор, пока рассчитается, с вас будут брать рачок. Поэтому, Субхану Аллах, если ты про человек в долгах, Пророк Субхану Аллах не читал, джаназа за те, у кого будут долги. Долги, не украл, а долги. Поэтому, Субхану Аллах, это большой грех является что-то своровать, украсить и так далее. Поэтому, Субхану Аллах, призываю всех, то есть мы, когда что-то в карман кладём, мы так легко кладём, а когда отдавать, тяжело отдаём. Поэтому, нужно эти, спрашивать Аллах, мы должны рассчитаться со всеми рабами Аллаха.